Мария, вы здесь на World Food, в этом году выступали в рамках кондитерской секции. Что происходит на кондитерском рынке в этом году, что происходило в прошлом? Это очень две большие разницы, потому что 2019 год показывает неплохую динамику по кондитерской индустрии. Даже сама эта категория показала прирост, где-то порядка на 4%. Это очень хороший такой результат, которым, в общем-то, могут похвастаться мало, какие кондитерные секции, другие пищевой промышленности. Особенно хорошо растут современные сегменты, развесные шоколадные конфеты, упакованные шоколадные изделия, печенье современное, шоколадные плитки. К сожалению, я сегодня на своем выступлении отдельно такое внимание этому посвятила. Особенно хорошо на нашем российском рынке растут зарубежные компании. С одной стороны, в общем-то, это, наверное, хорошо, открыта современная конкуренция. С другой стороны, конечно, это создает достаточно сложные конкурентные ситуации российским компаниям. По сути, наверное, можно смело прогнозировать, что выживут только самые большие, самые такие способные вкладывать, инвестировать в развитие своих предприятий, которые имеют лучшую дистрибьюцию. То есть инвестиции – это такой единственный шанс у российских компаний выжить? Или у них есть какие-то еще, скажем так, попытки изменить ситуацию в свою пользу, все-таки занять какое-то место на рынке? По сути, все компании резко рассословились на две части. Первая – это те лидеры рынка, либо те компании, которые заходят на кондитерский рынок, имея уже иную базу, то есть имеют, соответственно, деньги, которые они могут направлять покупку оборудования и в развитие дистрибьюции в этом направлении. Или крупнейшие российские компании типа КДВ, которые уже захватили достаточно большой объем, чтобы иметь достаточно большую ебиду, которую они могут инвестировать в производство. И эти компании, они на самом деле и являются сейчас такими вот транссеттерами категории, то есть они занимают те ниши, в которых они могут получить достаточно интересную маржиналку и выпустить в этом смысле современный продукт во всех смыслах с точки зрения рецептуры, с точки зрения упаковки и предложить ее потребителю. И, кстати, предложить ее потребителю в том числе современным способом. Вот мы обсуждали на нашей секции вопрос, сколько стоит вывести новинку. Да, и хочу вам сказать, что только один флайт на федеральном канале стоит 100 миллионов. То есть если вы не можете продавать эти новинки в дальнейшем на 2-3 миллиарда, на 2 миллиарда, не надо давать рекламу, она никогда не окупится. Как подумайте, сколько компаний могут себе такое позволить. Поэтому резко все остальные компании регионального характера, они в этом смысле опускаются в такой сегмент, я это называю проблемой бильярда. Это условное название, может быть, 2-3 миллиарда, 4 миллиарда оборота. Но это такая компания без особого будущего. То есть они сидят на своем локальном, достаточно несовременном ассортименте, условно, пряники или какие-то печеньки, которые, возможно, знают в их области. И вот они с этой категорией имеют дело. У них недостаточно денег для того, чтобы инвестировать в промышленность, потому что их продукт имеет низкую маржинальность. То есть мы получаем такой замкнутый круг. И с учетом того, что современная местная розница сокращается, с учетом того, что федеральные сети приходят и привозят с собой своих поставщиков, вот этих самых крупных поставщиков-производителей, в общем-то эти мелкие производители оказываются в достаточно сложной ситуации. Поэтому им очень серьезно нужно задуматься о той стратегии, которую они могут использовать для того, чтобы из этой западни выйти. И, конечно, современная ситуация, которую мы видим в 2020 году, она усиливает эту ситуацию, потому что нас ждет очень непростой сезон. Это вы сейчас про следующий год уже говорите. Ну да, да. А что считается сезон в кондитерской категории? Это Новый год как-то к этому привязан? Новый год – это, несомненно, пик продаж. Конечно же, да. То есть зима, осень-зима, да? Да, и к лету, да, к лету традиционное падение. Ну, просто потому что шоколад плавится, и к лету начинают есть больше простых продуктов. Вот, поэтому да, но хочу сказать, что, наверное, даже что касается мучных продуктов, да, все дорожает. Как вы видите, что происходит с долларом, что происходит с евро, дорожает оборудование, дорожает сырье, значит, которое приходит из Европы. Также у нас дорожает сахар – основной ингредиент кондитерской промышленности, да? Вот, и, конечно же, это приведет к удорожанию продукции однозначно. Это последствия пандемии или это как-то отдельная история своя? Нет. Я считаю, что вообще отдельно последствия пандемии, ну, это надо отдельно обсуждать, это связано, скорее, с структурой покупки. Ну, на самом деле, настоящим последствием пандемии является обнищание населения. И вот это и есть, ну, как бы, действительно самый мощный результат пандемии, с которой, конечно, пищевому производительству приходится иметь дело. И вот представьте себе, населению все хуже, цены при этом растут, да, ну, есть еще биржевые причины, почему они растут. Это связано, там, с определенным, там, урожаем, там, свекла, или, там, в случае, допустим, муки с урожаем зерна, значит, с определенной экспортной перспективой, там, и так далее. То есть, ну, некая, некая такая тренда на рынке комодитис, да. Это все одновременно совпадает, да, и, в общем-то, в этом смысле цена растет. Когда цена растет, мы можем смело прогнозировать, что объемы продаж будут падать. Даже у крупнейших ведущих производителей. Соответственно, скорее всего, 20-й год кондитерки мы увидим не такой веселый, как 19-й, к сожалению. Что же делать тогда? Для производителей, получается, что для производителей это все-таки больше проблема в развитии, чем толчок к развитию? Или можно как-то развернуть ситуацию в свою пользу, пересмотреть ассортимент или что делать им? Для региональных производителей огромная проблема. Для федеральных производителей, которые много инвестируют, просто проблема. Да, потому что для региональных производителей это время всерьез пересмотреть свою стратегию. Потому что очень многие из них работают, по сути, по накатанной и с точки зрения продвижения продукта, и с точки зрения работы над себестоимостью этого продукта. Я бы, в первую очередь, рекомендовала бы пересмотреть все составляющие себестоимости для того, чтобы выиграть деньги на продвижение. Во-вторых, конечно, рассмотрела бы более современные форматы продвижения, начиная от диджитал, да, заканчивая, возможно, вирусными каким-то способами. Однозначно огромное внимание нужно уделить упаковке. Потому что даже самый традиционный продукт, ярко упакованный, даст преимущество. Но, конечно, здесь нужно комплексный подход использовать. То есть я считаю, что вот прям если не сейчас, то никогда нужно разрабатывать специальные программы продвижения своих продуктов и их, ну, как бы, двигать. Потому что, ну, просто до следующего периода инвестиционного можно не дожить. Может быть, это как-то мрачно звучит, но понятно, что есть определенная инерция, да. То есть вот там средний такой производитель, ну, предположим, он там производит какой-нибудь хлеб, да. Ну, там имеет, там, один-два миллиарда оборота, да, в местном, там, его знают. Допустим, ну, еще он делает, там, какие-то печеньки или, там, какие-то конфетки, да. Ну, да, и есть инерция, да, этот рынок, сколько-то будет его покупать, конечно. Но в какой-то момент пятерочка, магнит, там, и так далее, они приведут с собой либо свое производство хлеба, да, это тоже серьезно, там, и кондитерки поджимают отрасль, особенно, вот, особенно дешевые, потому что, в первую очередь, стэм повторяет дешевые, ну, как бы, самые базовые продукты. Ну, и все, и это рынок сокращается, 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 да, он не сократится вот так вот за одну секунду, но он сокращается. И, соответственно, как бы маржинальность этих производителей серьезно страдает. Вот мы за последние, там, 2-3 года смотрели в рамках проекта ММД для наших заказчиков, наверное, 5-6 разных кондитерских фабрик, ну, среднего, вот, вот такого звена. Но, когда их рассматриваешь, понятно, что там ни производительность труда, ни там, ни ассортимент, он никак не делает их привлекательным для инвесторов. Ну, их надо только просто закрыть и сомать. Чтобы не попасть вот в этот сегмент предприятия, конечно, нужно сейчас серьезно поработать. Вы сказали, что 20-й год будет таким не очень приятным и сладким для производителей. Сладкий. А что про 21-й, про прогнозы можно сказать? По нынешним временам прогнозировать на полтора года – это практически невозможно. Я думаю, сейчас мы переживем декабрь, и можно будет говорить о 21-м году. Мы увидим, как развивается тренд. Пока видение, ну, такое невеселое. Во многом, конечно, от многого зависит. И от конъюнктура евро, в первую очередь, да, и от общего состояния экономики России. Потому что, ну, люди не могут купить больше, чем у них есть в кошельке. Тем более с сладостями. Хотя, вот, в общем-то, есть аналитика, которая показывает, что вроде бы мы по ее периоду пандемии на сладостях не экономили. Вроде бы люди с удовольствием покупали. Чем-то нужно себя радовать, как сегодня сказал один из, вот как раз, аналитиков, который был у нас здесь в гостях? Ну, до какого-то момента. Сначала там это работает, как волна поддержки себя. Да, потом люди переходят уже к плановому бюджету, да, и по ощущению эта волна кончилась. Да, мы перешли к рациональному потреблению. Вот, и, как бы, в этом смысле уже на этом не сыграешь, к сожалению. Поэтому я говорю, что, знаете, в какой-то момент уже надо пересмотреть свою некую инерцию, того, как ты привык работать, найти что-то новое. И строить четкий план. Ну, да, строить свой бренд, продвигаться. Какие-то категории в нынешней ситуации могут все-таки быть выигрышными? Или ситуация одинаковая для всех? На самом деле, как ни странно, есть ряд категорий, которые получили определенный шанс. Это категории, которые конкретно имеют достаточно серьезную проблему с поставкой импорта. То есть для них импортные производители – это серьезные такие конкуренты. Да, и одновременно с этим они производят достаточно дешевый сегмент. Очень интересное такое явление мы сейчас видим на рынке нонфуд, например, на рынке посуды. Да, те, кто делал, допустим, достаточно дешевую посуду и, соответственно, страдал от китайцев, которые привозили здесь свою продукцию, сейчас переживают просто какой-то реноссанс. То есть все их промышленные мощности заняты заказами от сетей, которые раньше торговали более дорогим продуктом, а сейчас переключаются на более дешевый. То есть действительно мы видим ряд таких сегментов, которые получили прямо хороший шанс, который мы надеемся, что они смогут использовать. Вот что они должны сейчас сделать, чтобы его верно использовать, грамотно? Потому что одно дело, ты сейчас такой эх, обрадовался, что у тебя все пришло, но это же пришло тоже как-то в конце-то концов уйдет. Завоевать рынок для того, чтобы его удержать. И фактически рецепт один и тот же. В первую очередь работать над своим брендом. Если это актуально для пищевой индустрии, то это, наверное, в 10 раз актуально для российского производителя нон-фуда. Потому что, возможно, вы обращали внимание, очень мало там есть брендов, которые действительно зарекомендовали себя и активно продвигаются. В той же посуде. Какой бренд вы знаете? Тефаль. Больше нет таких вот известных брендов. Это не российский бренд, как вам известно. Да, а все примерно российские бренды, они все примерно одинаковые. Поэтому инвестиции в современную дистрибьюцию и в бренд, конечно, они принесут свои плоды для того, чтобы закрепить тот результат, который они создали в этот благоприятный для них период. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова